Девушки отдыхают Доброе утро! Да, с утра такие серьезные вопросы идут. Ответьте несерьезные. Насчет того, кто должен, кто не должен, я считаю, что если люди любят друг друга, они оба должны жертвовать какими-то своими хочу-не хочу, и какими-то мелочами, может быть, или крупными вещами какими-то. Но, тем не менее, только так, мне кажется, будут хорошие отношения в паре. Серьезный ответ на серьезный вопрос. Спасибо. Мы, вы знаете, Юля, очень серьезно подготовились ко встрече с вами, и подготовили такую очень серьезную игру. Очень. Да, ребята, давайте... Дело в том, что, да, Юля, вы очень эмоциональный человек, ваши выступления всегда сверхэмоциональны, поэтому мы подготовили для вас игру. Суть очень простая. Мы показываем вам эмоции людей, вы же пытаетесь угадать, что человек делает в тот или иной момент. Поехали. Вы готовы? Готовы. Хорошо, поехали. Вот, первая фотография, пожалуйста. Значит, варианты ответа. Сходил первый раз на фильм «16 плюс». Учительница все-таки села на кнопку. У Деда Мороза папины штаны. Может быть, у вас есть такая своя версия? Нет, мне кажется, ребенку предложили что-то такое, что он очень давно ждал. Там, либо мороженку, либо арбуз, либо какую-то любимую игрушку. Либо он открыл дверь, а там еле остались. Сегодня, Юля, арбузом не удивишь наших детей, зато этому мальчику подарили, видимо, фотоаппарат. Вот он, правильный ответ. Ну, вот это, кстати, похож на вариант «16 плюс». Вот, я же говорю, подарили что-то. Юля, еще одна эмоция. Вот смотрите, как вам кажется, что делает этот человек? Интенсивно свистит? Или это просто такой, ну, неудачный ботокс? А мне кажется, ты знаешь, он знает какую-то тайну и его распирает. Просто хочу рассказать. Как вариант «Рыжего из Иванушек покусали пчелы?» Ну и, может быть, у вас есть своя версия. Хороший вариант. Хороший вот этот вариант, да, что «Рыжего Иванушек немножко покусали пчелы». Выбираем третий вариант. А теперь, внимание, правильный ответ. О, это же метатель гири. Ну, я-то сразу поняла, что это какой-то спортсмен, если честно. Но хотелось посмешнее какой-то послушать вас. Так, давайте посмотрим, что у нас. Давайте женщину какую-нибудь. Давайте, давайте. Да, вот так. Ой, смотрите, женщина. Ну что, ждет мужа с работы. Не первый год, мне кажется, да, первый вариант. Мне кажется, она умиляется, глядя на своего ребенка, что он такой... Какой же у меня хороший мальчик или девочка. Вы посмотрите, как же он хорошо там кушает или читает стишок. А ну-ка, давайте проверим, что же на самом деле. Женщина на весах. Умиляется своему весу. Боже мой. А я подумал, что она просто... Такая неприятная фотография. Мне показалось, что она забыла пароль от телефона. Сидит, все, жизнь прошла зря. Вы знаете, Юль, ну я не знаю, мы можем продолжать эту игру, а мне бы хотелось уже с вами поговорить. У меня, вот честно вам скажу, я как-то заново в вас влюбилась, увидев ваши потрясающие перевоплощения в телевизионном шоу, ну как раз-таки перевоплощение, да. И вот этот образ Стаса Михайлова с волосатой грудью, ну это было что-то вообще бесподобное. Скажите, Юль, а после этого, да, вот когда вы себя попробовали сначала, ну вроде в таком смешном жанре, у вас не возникло желания по-настоящему сменить, может быть, немного амплуа, да, попробовать себя в каких-то других жанрах? Может быть, вы уже что-то как раз и делаете, а мы еще этого не знаем. Ну, образ Стаса Михайлова для меня был абсолютно серьезен. То есть я очень долго к нему готовилась, и я считаю, что людям никогда не будет смешно, если ты сам будешь смеяться в этот момент, когда ты показываешь того или иного артиста. Мне кажется, это очень неправильный подход. И как раз-таки такой резонанс получился только тогда, когда я, в общем-то, абсолютно серьезно пыталась воплотить все, как делает Стас Михайлов. Как он смотрит, как он ходит, что он думает в тот момент, когда он поет свою песню. И ведь это был такой проект, который очень многое дал мне как артисту, как певице. Потому что это бесценный опыт. И сейчас каждый раз, когда я выхожу на сцену, я даже ощущаю уже себя по-другому. Потому что вот тот багаж, который был наработан на шоу, он, конечно, в огромный плюс сыграл для меня. Ну и, конечно, для зрителей, которые теперь по-другому немного смотрят, я думаю, на меня. Это правда. Воспринимают. И, конечно, огромное спасибо всем тем, кто смотрел, голосовал, так переживал за нас, за всех. Так что, если бы не поддержка зрителей, то не было бы ничего. Это здорово, да. Я представляю, вы теперь выходите на концерт. И столько приемов других артистов у вас есть, если что. Багажнички и так далее. Друзья мои, сейчас вместе с Юлей посмотрим нашу рубрику Дедсовета, потом вернемся. В древности это было много. В древности можно купить корову. А сейчас только мороженое. 100 рублей это много. Я купила на них три пачки печенья. На 100 рублей можно купить плюшевого мешка вот такого. А 100 рублей можно купить тачку гоночечную, игрушечную тачку только. А, это совсем немножко. На них можно купить две бутылки молока или три бутылки воды. А еще можно купить маленькую и игрушечку. 100 рублей, ну что это? Это всего лишь несколько шоколадных яиц. 100 рублей это много, потому что можно купить минеральную воду, печенье и шоколадку. 100 рублей это много, потому что их 100. Южа, скажите, а вы помните свою первую зарплату? Свои первые 100 рублей? Свои первые 100 рублей, да. Нет, я думаю, что в то время 100 рублей это много вообще было. Помните, как это произошло с вами? Я помню, потому что мне в 7 или в 8 лет предложили сыграть главную роль в новогоднем спектакле уже в Москве. И тогда была моя первая зарплата, представляете? И что вы с ней сделали? Я на свою первую зарплату купил арбуз, а вы? А я помню, моя мама купила мне джинсовый комбинезон. Отличное положение. Я бы зарплата Юли была выше, чем твоя. Это правда. Юль, а вот вы смотрите, вы заговорили как раз таки о зрителе, да? Я знаю, что артисты делятся на два таких вот неформальных лагеря. Одни говорят, мне, в общем, зритель не нужен. Есть я и мое творчество, и мне все равно вообще, как меня будут там понимать, будут ли меня слушать и так далее. Другие говорят, да нет, но я без зрителей никуда. Вот что вообще зритель для артиста? И действительно, лукавят ли те, кто говорят, что, в общем, на самом деле я могу обойтись и без вас? Лукавят. Потому что артист без зрителей не артист. Мы не можем без зрителя. Ведь мы так предназначены, так устроены для того, чтобы дарить людям позитив, счастье, эмоции, слезы, радость и так далее, и так далее. И таким образом артист, глядя на все эти реакции, которые он вызывает у публики и у зрителя, он чувствует себя реализованным. Юля, вы так вкусно об этом рассказали, но время так быстро прошло. Спасибо вам за это большое. Мы желаем вам приятного аппетита и смотрим рубрику «Быстро и вкусно». С нами была Юля Савичева. Спасибо. Спасибо. Спасибо.